Летний сезон в самом разгаре. Какие туры приобретают окружные отпускники в этом году и сколько средств тратят на отдых, узнала наша съемочная группа. Туристические вкусы в этом году у жителей северного региона не поменялись. Сенсаций, по словам руководителя одной из турфирм Наринмара Юрия Тюлюбаева, не случилось. Лидеры не поменялись по сравнению с тем, когда мы встречались в прошлый раз. Это Турция, Тунис, Кипр, Болгария, Российское побережье. Ну и еще, конечно, европейские страны для тех, у кого есть шенгенские визы. Ездим не только мы, едут и к нам. В этом году за два месяца округ посетили туристы из Германии, Польши, Вьетнама и Китая, а также других стран. Заполярный регион открывают для себя и российские туристы. Сегодня мы выезжаем с ребятами, которые просто прилетели на три дня и, собственно, даже ничего не знали про Наринмар, чем здесь заняться. Вот они решили просто съездить в Тундру. Такие туристы тоже есть. Несколько дней назад было совещание при администрации с авиакомпанией «Руслайн», которая объявила о том, что вводит дешевые тарифы для охотников и рыбаков. И вот как раз эти ребята, они прилетели из Уфы за полторы тысячи рублей, купив билет и абсолютно не думая о том, чем они будут заниматься здесь. Действительно, воспользоваться этой промо-акцией от авиакомпании «Руслайн» могут все желающие. Слетать из Уфы, Челябинска, Екатеринбурга в Наринмар или наоборот можно всего за полторы тысячи рублей. Единственное условие – нужно взять с собой ружье или удочку. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Продолжение следует...